Этот цех ручного труда запросто смог бы заменить один прибор автоматизированного выпуска продукции. Тем не менее, несмотря на невысокую производительность, цех существует. Потому что таким образом в нашей республике создают рабочие места для людей с инвалидностью. Всего на унитарном предприятии «Промбриск» трудоустроено 274 таких сотрудника. В их числе и Юрий Ватикенас, который работает здесь вот уже 38 лет. Инвалиды, если дома, то они сидят с тех телефонов. Но когда тут работают, они больше контактируют с людьми, больше разговоров, больше они разговаривают. Дома они просто сидят с телефонов, с телевизоров. Раньше было, когда были кружки танцевальные, вот я сам участвовал в соревнованиях, ездили вот так. Но час от этого все закрыли, когда был Советский Союз. Ну и плюс копейка какая-то, правильно? Но не секрет, что далеко не каждый работодатель готов принять сотрудника с нарушениями здоровья. Ведь в соответствии с кодексом самозанятости, люди с инвалидностью относятся к категориям, которые не могут на равных условиях конкурировать на рынке труда. К тому же, трудовой кодекс предписывает нанимателям особый порядок организации труда и отдыха для таких сотрудников. Иногда так случается, что наниматели невольно не хотят рассматривать инвалидов в качестве приоритетных кандидатов на занятия вакантных должностей. Ну, в этом плане у нас законодательство сложившееся, устоявшееся и позволяет управлению выбирать инструментарий, который конкретно нужен для трудоустройства определенного человека. Например, в течение года, в соответствии с программой о занятости, в соответствии с законом о занятости, нанимателям города доводится более 150 рабочих мест для трудоустройства инвалидов, так называемая бронь. В соответствии с решением исполкома на 2022 год забронировано 162 рабочих места. Кроме того, существует программа адаптации инвалидов к трудовой деятельности, в рамках которой за прием на работу предусмотрена существенная финансовая поддержка предприятию. Так, в нашем городе на данный момент этой программой пользуются более 10 нанимателей.